Приветствую вас! Я посмотрел ваш профиль, увидел, что вы уже задавали свой вопрос про страх. Там у вас были панические страхи. Не совсем понятно, разрешили вы эту ситуацию или нет, потому что панические атаки и, скажем так, рабение перед начальником, это весьма серьезная проблема. И надо сказать, что именно она может мешать вам получать удовлетворение от своей работы, потому что вы постоянно именно в профессиональные отношения привносите что-то личное, что-то такое, вот именно субъективное. И вследствие этого происходит такая ситуация, что вы вроде бы работаете, но в то же время за счет работы решаете какие-то другие свои проблемы. И вот, знаете, мне кажется, это и есть основная парадигма вашей истории. В этом и заключается основная трудность. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, да, вот вы даже не задаете вопросов, вы спрашиваете, какие вопросы себе задать, да? Это ваш ключевой момент. Вопросы себе нужно задать такие. Значит, во-первых, если мы говорим чисто про вопросы. Во-первых, что я могу делать, чем я могу заниматься, чисто ради процесса. То есть, что мне нравится сделать вот просто ради процесса. Ради самого процесса. Не ради какого-то результата, да? А что у меня получается лучше всего? Это первое. Второе. Какое значение для меня имеет работа? Что она для меня значит? Как я ее вижу? И так далее. Ради чего я работаю? То есть, ради чего, зачем я работаю? В какой цели я хочу достичь с помощью работы? Когда вы будете отвечать на вопрос, ради чего вы работаете, да? Мне думается, что очень важно здесь спросить себя, какие проблемы я решаю через работу. То есть, что я пытаюсь доказать, в качестве чего я использую свою трудовую деятельность. Меняется ли как-то, ну, мое представление о себе? Когда я работаю, меняется ли, то, что я о себе думал, вот. Вот это очень важно. Потому что, если меняется, да? Да, это значит, что... Это значит, что вы работаете не для того, чтобы работать, а для того, чтобы что-то доказать. Возможно доказать той же маме, да, что вы не бедный, и что можно, там, ну, заработать. Но ведь каждый понимает бедность по-своему. И вам, ваше, скажем так, богатство, ваше благосостояние, нужно так же стараться понимать по-своему. Не так, как понимает мама, а так, как вы понимаете это. Так, как вы его чувствуете, свое благосостояние. Дальше. Мне 25 лет. Имеет ли для вас значение возраст, потому что вы здесь сразу говорите про свой возраст. Работаю после 9 классов. После 9 класса. Зачем? Дарья. То есть, вот какая была необходимость, а какая была первичная мотивация работать? Понимаете, мне показалось, что для вас работа это обязательно что-то такое, знаете, вот, тяжелое, что-то такое, знаете, обязательно вынужденное, что-то такое, знаете, обязательно, как вам сказать, такое, через силу. То есть, у вас есть установка, что работа не приносит счастье. И скорее всего, скорее всего, скорее всего, скорее всего, то, что вот, вы такой вывод сделали, да, что работа вам не приносит счастья, этот вывод взят у родителей. В частности, этот вывод, эта установка взята у вашей мамы. Знаете, существует такой драйвер, который называется «Трудить тяжело». Вот вы можете почитать о нем в интернете, про этот драйвер. Ну, увидите, что, как бы, это существует, что это такая вот определенная жизненная позиция у людей есть. И очень часто они всю свою жизнь посвящают именно, вот, подтверждению данного аспекта, подтверждению данной ситуации, подтверждению данного правила. Вот. И не могут отойти от него, вот, понимаете, потому что когда-то кто-то им внушил, что если ты трудишься, допустим, если ты трудишься, то трудиться ты должен обязательно очень тяжело, вот, то, что по-другому не бывает, не бывает легкая работа, понимаете. Вот, вот, мне показалось так, то есть, ну, понятно, что после девятого класса вы пошли работать, да, не потому что вам было хорошо, да, вы пошли по нужде, вот. И, соответственно, работая по нужде, да, будучи еще ребенком, вы делали это совсем не потому что вам хотелось это делать, а потому что было надо. И работа у вас, скорее всего, да, я не, может, не считаю, что являюсь истиной в последнем шансе сейчас, но работа для вас является постоянно вот какой-то такой, знаете, необходимостью, вот. Только лишь необходимостью и нужде, нуждой, вот. Так как работа, это, естественно, развитие человека, человек, он проходит определенные стадии развития, и на определенной стадии человек приходит к тому, что он должен, ну, с чему пора работать, вот. Вот. У вас такого не произошло. Вполне возможно, что вы просто-напросто недоиграли. Вот. Вполне возможно, что вы просто-напросто недоиграли, в том смысле, что у вас не было по-настоящему детства. Вот. То есть я не знаю насчет долюбленности или недолюбленности, это, ну, скорее всего, тоже. Вот. Потому что вы, как будто, знаете, работаете, пытаетесь одобрение получить, получить, получить. Вот. Вот. Но я думаю, что вы не можете получать удовольствие от работы именно потому, что вы недоиграли. Вот. Смотрите, вот, человеку нужно определенное время, определенное количество деятельностей, которые, как бы так сказать, ну, не являющихся работой. Вот. И чтобы он стал готов. Чтобы он был готов работать. У вас этого не было и, соответственно, по этой причине возникают трудности. Вот. По этой причине возникают проблемы. Ну, а что касается любви, то это, об этом я говорил в своем предыдущем ответе. Вот. Вот. Когда раскрывал причины вашего родления вперед перед начальником. Вот. Кстати, обратите внимание на то, что вы задаете два достаточно серьезных вопроса в отдельных вопросах, то есть вы не консультируетесь с одним специалистом по своим проблемам. А вы задаете вопросы, ну, надеюсь, собрать мнение, собрать какие-то советы, рекомендации, это, к сожалению, далеко не самая лучшая идея. То есть для вас это не будет давать того результата и эффекта, который бы помог вам что-то реально изменить. То есть с этого нужна работа. Нужна работа, нужна именно вот коррекция личности здесь. Вот. Значит, совмещала учебу и работу. Зачем? Да, какая была необходимость? Что вы тогда думали, что вы тогда чувствовали, чего вы тогда хотели в то время? Вот. Потому что сейчас это влияет на ваше поведение. Да? То есть вы по привычке можете работать по тем же причинам, по тем же мотивам, что и тогда. И работу выбирать, исходя из этого же. Закончила колледж, университет, но так и не поняла, чем хочу заниматься по жизни. Только последние два-три года я знаю, как важно заниматься любимым делом. Я в тупике. Смотри. Значит. Для того, чтобы заниматься любимым делом, нужно два условия. Выполнение двух условий. Первое, что нужно. Это, я уже говорил, да, это, значит, знание того, что вы готовы делать просто так, ради, процесса, не ради результата, а ради процесса. То есть то, что вы, то, что, то дело, от чего вы получаете удовольствие именно в процессе деятельности, а не в конечных, не по результатам. Вот. И, и, второе, что важно, это соответствие деятельности системы ценностей. То есть необходимо, чтобы то, что вы делали, чтобы то, что вы делали, соответствовало бы вашей ценностной системе, вот, вашей структуре ценностей. Если, вот, если структура ценностей деятельности не соответствует, то удовольствие она приносить вам не будет. Вот. Это первое. Второе. Если системы ценностей нет вообще, да, ну, то есть, или есть, но не очень структурных, ну, не очень структурных, вот, то так же будет сложно найти вам дело своё, дело любимое, потому что, если нет ценностей, нет ориентиров, нет ориентиров, нет возможности, куда-то направить свои ресурсы. В том смысле, что человеческий ресурс, да, он ведь ограничен, вот, и если человеческий ресурс ограничен, то, соответственно, нужно что-то выбирать. Вот. Нужно что-то выбирать. Вот. А если, соответственно, делается выбор, да, что человек понимает, что делая выбор в пользу одного, он, значит, как бы, ну, не занимается другим. И вот очень важно, чтобы этот выбор был сознательным, то есть, я сознательно отказываюсь, например, от работы, допустим, инженером, да, в пользу работы психологом, например. То есть, это мой сознательный выбор, я сознательно понимаю, что я не хочу заниматься инженерией, да, хотя мог бы, да, то есть, мог бы мне это, в принципе, допустим, интересно и так далее, но я выбираю, исходя из своих ценностей, я выбираю работу психолога, например. Вот. Вот. Это работает примерно в таком ключе и в таком контексте. Дальше, вы пишете, закончил колледж и университет. Опять же, то есть, вы закончили колледж и университет, вы молодец. Но, вот, с какой целью вы их заканчивали? То есть, для чего вы выбрали эту деятельность? Ну вот, вы же в университет, да, вы же на кого-то пошли в университет. Вы же в университете на кого-то учились, правильно? Так вот, тонкость, 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 вся она, на мой взгляд, именно в этом заключается. То есть, вы пошли, значит, в университет, чтобы учиться на кого-то. Как вы выбрали, как вы выбрали профессию? То есть, какие были критерии выбора профессии? Это важно. Это очень важный момент. Момент. Дальше. Так, значит, так я не поняла, чем хочу заниматься по жизни только последние 2-3 года. Осознаю, как важно заниматься любимым делом. Важно заниматься любимым делом, чтобы что. Тут, опять же, нужно понимать, да, что любимое дело, оно, это, любимое дело, это хорошо. Это хорошо и здорово, любимое дело. Но, объективно, любимое дело есть не у каждого. Объективно. Объективно, любимое дело есть не у каждого из нас. Да, и объективно, не каждому из нас это дело-то и нужно, собственно, вообще. Понимаете, да? То есть, объективно, не каждому человеку, нужное любимое дело. Даже, конечно, говорю о, значит, связи любимого дела с тем, чтобы быть счастливым. Понимаете, понимаете? Поэтому здесь возникает к вам вот такой вопрос. То есть, почему важно? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Вот именно вы конкретно что чувствуете? Вот вы говорите, последние годы, да, последние, значит, 2-3 года. А что произошло, что произошло за эти годы? Что изменилось? Что случилось? Что случилось? Вот. Понимаете? В чем вы почувствовали, почувствовали, ну, например, нужду свою? Да, ведь очевидно, что вы в чем-то ее ощущали, очевидно. Очевидно, что у вас началось чувство потребности какой-то, в чем-то. И вы считаете, что все дело именно вот в любимом деле? Вот. А нет, это не так. Это не так. Дело все не в любимом деле. Дело в том, что его выходят. Дальше, я в тупике. Значит, существует такая вот психологическая игра. Она называется тупик. Вот. Люди в ней оказываются, потому что не хотят нести ответственность за себя. Ну, в глубине души, как бы, не хотят нести ответственность за себя. Они боятся ответственности, допустим. Вот. И, соответственно, они всю свою жизнь сводят по итогу к тупику. Чтобы сказать, что все, я в тупике. Я ничего больше не знаю, ничего больше не могу. Помогите мне. Это, по сути, жертвенная позиция. Вот. С чем связана жертвенная позиция? Это довольно интересный момент. Следственная позиция связана с тем, что вы не привыкли, грубо говоря, делать что-то для себя. Вы не привыкли делать что-то по своим, значит, потребностям. Вот. Вы не привыкли делать что-то по своим желаниям. Вы привыкли пренебрегать ими. Вот. Пренебрегать своими чувствами. Вот. Что по итогу и приводит, как правило, к данной проблеме. Проблеме безответственности. Ну, то есть, понятно, что вы делали это либо, потому что вам внушали, что вы должны так поступать. То есть, пренебрегать своими желаниями. Вот. Либо вы делали это, потому что чувствовали вину. Чувствовали вину, вину перед, ну, там, перед, например, своей мамой. Допустим. Допустим. То есть, тут история вот такая. Значит так. В основном работаем в офисах, но была на разных должностях, в разных отраслях. Уволнялись, так как зарплата не устраивала или должность. Раньше их приоритетом было только заработать деньги и быть самостоятельным. Значит. Ну, смотрите. Я думаю, что здесь, так сказать, вот исследуя, какие вы занимали должности и что именно вам не понравилось в этих, ну, на этих местах. Да? Вот. Можно прийти к выводу тому, прийти к выводу о том, что вам не нравится, чего вы не хотите, но в то же время и что вам нравится и чего вы хотите. То есть, если этим заниматься, если вот этим прямо, над этим прямо работать у вас, вау, с психологом, то мне думается, что всё может получиться. Потому что опыт у вас есть, опыт работы у вас имеется. Соответственно, вы уже чётко можете сказать, да, сейчас более-менее, что вам не нравится, что нравится. Ну и понятно, что это когнитивный процесс больше. Вот. Понятно, что это процесс, скажем так, достаточно поверхностный. Вот. Понятно, что внутренний, ну, внутренний конфликт этот процесс не решает, но тем не менее. Раньше приоритеты были только заработать денег. Зачем? И быть самостоятельным. Зачем? Так как без отца и маме помогала, и сам факт того, что мама говорила, что мы нищие, и хотела доказать, что можно зарабатывать, и стараться быть в недостатке. Вот здесь, здесь, да? Ага, здесь присутствует то, что в гештальт терапии называется слиянием. То есть маме вашей помогать не нужно. То есть, может быть, тогда маме вашей помогать и нужно было, да, но сейчас ей помогать не нужно. Потому что тот, кто помогает, вот вы постарайтесь проникнуться этой мыслью. Тот, кто помогает, тот не живет для себя. Тот, кто не живет для себя, да, тот, тот является неудовлетворенным. Понимаете? И у вас, скорее всего, были определенные, наверное, ожидания даже от того, что вы, например, будете это делать, будете делать то, что делаете, да, помогать будете маме. Вот, и вам, значит, ну, что-то будет. То есть, вы получите какой-то, ну, какой-то результат, да, вот что-то такое вы получите. Вот. Нет. 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 И еще раз, нет. Да? Только вы несете ответственность за то, что вы делаете об этом. Поэтому здесь у вас есть влияние с мамой, здесь у вас есть попытка что-то доказать. То есть, это решение, опять же, ваших проблем нужно внутренних. Например, комплексы, например, излишняя социализированность, ну, социальная ориентация, да, то есть. Ведь доказывать, что можно быть в достатке, хочется же не себе, а доказывать хочется кому-то другому, другим людям, кому-то. Вот. Поэтому, поэтому здесь идет у нас ориентация на других людей. То есть, на чужое мнение, на общественное, на общественное мнение, возможно. Вот. А это еще больше, еще больше движения к тому, чтобы себя потерять. Вот. Вот. Еще больше движения, чтобы себя, можно даже сказать, предать. Вот. Дальше идем. Так. Сейчас даже зарплата не радует, и после работы пустота. После работы пустота. Значит, промышлая зарплата не решает ваших представлений о себе. На самом деле. На какое-то время убирало, да, пока вы ждали, что, ну, что, что-то само собой изменится, да. Вот. На какое-то время убирало. Потом, естественно, это прекратилось, потому что вы перестали видеть результат. Вот. Вы перестали видеть результат. Поэтому это и деньги вас перестали рады. Вот. Может быть, вы не знаете, как их тратить. Без вас нет четкой, четкой цели, опять же. А цели нет, потому что вы привыкли подавлять свои чувства. А чувства свои вы привыкли подавлять, потому что они в важный для вас момент не получали адекватной обратной связи. Например, у мамы были свои проблемы, мама была обеспокоена тем, как прокормить, допустим, вас, да. И все время говорила, что мы нищие там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Не давала вам, соответственно, ну, любви и обратной связи. Вот. А отца не было. Вот. И поэтому вы привыкли свои чувства подавлять. Привыкли делать только то, что надо. И поэтому деньгами использовать деньги вы не можете. У вас вроде есть, но вы не знаете, на что их использовать. Потому что чувства ваши подавлены. Подавлены. Вот. Значит, нужно работать с повышением эмоционального интеллекта. Вот. Понимаете, должна сама решать вопросы, и если что-то не нравится, то увольняется и скажет другую. Нет. 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 Увольняться можно только в том случае, если, как бы так сказать. Увольняться стоит только в том случае, если, работа, препятствует вашему личностному росту. Вот. Понимаете? Понимаете? В остальном случае, или лучше сказать, в остальных случаях, лучше не увольняться, а смотреть именно на себя и менять. Менять уже именно в себе какие-то вещи, менять уже в себе какие-то поведенческие модели. Понимаете? Потому что работа предстоит две цели. Да? Вашу профессиональную реализацию и получение доходов. Вот. Не всегда эти вещи совместимы в одной должности. Так, какие вопросы я себе должна задать, чтобы найти себя? Скажи честно, Дарья, я много раз сталкивался с подобным вопросом, вот, и считаю, что не зная вашей истории, не зная вашей истории, Сложно сказать вам, какие вопросы вам нужно задать. Какие-то вопросы я назвал. Какие-то могу добавить еще. Сейчас. Да? Например. Да? Какие у меня ценности в жизни? Как бы я могла расширить эти ценности? Как бы я могла своей деятельностью способствовать тому, что эти ценности будут доступны большему количеству людей? Вот мне, например, такие ценности, как гуманизм, да, там, толерантность и так далее. Мне эти ценности очень близки. И я в своей работе делаю эти ценности более распространенными, ну, хочется верить, среди других людей. Вот. Это духовная подоплека моей работы и работа каждого. Если духовной подоплеки нет, то человек на твоей работе несчастен. Понимаете, да? Если я сейчас уволюсь, то потом все равно устраиваться на офисную работу. А почему? Почему опять на офисе? Нет в голове плана, что делать после увольнения. План не всегда нужен. Иногда не нужен план, иногда нужно просто следовать своим чувствам и все. Но далеко не всегда и далеко не все вещи в жизни нужно планировать. Вот. Далеко не всегда и далеко не все вещи. Вот. Я думаю, это совершенно однозначно, это совершенно точно. И я могу вам сказать, что план, да, вот именно план, может быть, вам и не нужен. Может быть, и хорошо, что у вас его нет. Вот. Ну, планы я имею ввиду. Потому что планирование, это опять, это опять надо, это опять должна, да? То есть это не чувства такие-таки, в прямом смысле этого слова. Значит, так. Думала накопить обучение, но опять какое-то. Не очень понятен вопрос. Наверное, вы ошиблись. Наверное, вы хотели спросить, я хотела накопить на обучение, но какое? Понимаете, я думаю, что вам не обучение нужно именно накопить на обучение. Вам нужно определиться со своими ценностями, во-первых. Во-вторых, вам нужно определиться со своими критериями личностного роста, да? То есть, что вы сами для себя понимаете под развитием. То есть, в какую, в какую сторону вам хотелось бы развиваться. И как бы вы могли повышать свою духовность. То есть, я думаю, что сперва нужно повышать именно духовность свою. Вот. То есть, работа, в принципе, у вас пока она есть, да? Она есть и так далее, и вы работаете. Какие-то деньги у вас есть, средства к существованию тоже есть. Вот. Получайте духовность свою, да? То есть, работайте именно вот с вашими противоречиями. С вашими сомнениями. Искаженными представлениями о себе. Ну, с теми представлениями о себе, которые причиняют вам негатив и боль. И тогда все придет само собой. Тогда вы сами увидите, что и как вам нужно делать. Вот. Дальше. С другой стороны, я думаю, что может не проблема, работая в стабильной вероплате более-менее. Кто-то, может быть, мечтал о такой работе. Я чем-то недовольный. Ага. Ага. Опять же. Причины сравнения себя с другими людьми. Ага. Установки. Ага. По которым вы сравниваете себя с другими людьми. Это такой момент. Один момент. Ага. Далее. Что важно. Да. Это то, что дело не в работе. На работе может быть стабильная. Может быть, зарплата более-менее. Все это так. И кто-то с этим не спорит. Ага. Момент, на самом деле, немножко в другом. Момент в том, что вы, именно вы, несчастливы. То есть, помимо работы, да, помимо работы, у вас, среди посему, больше ничего нет. Вы нигде не расслабляетесь, вы нигде не отдыхаете, вы нигде не развиваетесь. Вот. Может быть, имеет смысл вам даже не работу менять, а просто, например, вести здоровый образ жизни. То есть, просто посмотреть там, ну, просто посмотреть в сторону здорового образа жизни. Вот. Там, в интернационный зал походить, там, в плавание заняться и так далее. Вот. Понимаете? То есть, дело не в том, что вы недовольны чем-то. Вы недовольны не потому, что там, не знаю, потому что вы капризничаете. А вы недовольны, потому что вам чего-то не хватает. И вопрос в том, чего вам не хватает. Вопрос в том, что вам нужно. Понимаете? Это очень важный момент, что вам нужно. Нельзя пренебрегать этим тем, что вам нужно. Понимаете? Потому что вы уже пренебрегали, и это привело вот к, ну, вот к этому. Вот к тому, к чему, к чему привело. Вот. Поэтому не надо повторять это опять. Понимаете? Вы опять же принижаете себя, когда вы говорите, что там, другие там, да, мечтали бы об этом, я недовольна. Вот. Это опять же голос вашего, скорее всего, вашей мамы. Которая говорит, типа, вот, у других ничего нет. Вот, если ты уйдёшь, ты будешь нищий. Вот. Если ты, там, не будешь держаться за работу, то мы будем нищие, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это не вы говорите, это говорит ваша мама. И вот только в том, чтобы отслеживать эти голоса, отслеживать эти голоса, отслеживать голос вашей мамы, и понимая, чего он хочет, да, то есть, что хочет для вас мама, на свой лад, на свой лад, это использовать. По факту. Дальше. Так. С другой стороны, я понимаю, что на этой должности я не буду развиваться, мне неинтересно, и что будет потом, если я пойду в декрет, и появится ребёнок. Ну, вы знаете, Дарья, работу нельзя рассматривать, на мой взгляд, исключительно как что-то отдельное. Да? То есть, я бы рекомендовал вам, я бы, я бы рекомендовал вам работать в такой сфере, в которой вы могли бы обучать других людей. Я рекомендовал бы вам работать в такой сфере, по которой можно было бы писать, ну, например, книги какие-то. Вот. Не обязательно это должны быть произведения искусства. Вот. Совершенно. 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 Не обязательно. То есть, это должно быть, это должно быть что-то больше, чем просто работа. Понимаете? Тогда и не будет для вас стоять такого вопроса на самом деле, что будет дальше. Потому что и в декрете вы сможете заниматься этим, и где бы вы ни были, и что бы вы ни делали, вы сможете этим заниматься. Проблем не будет. Ну, опасения вообще, я понимаю, это хорошо. Правда, тут момент такой, что опасения опасениями, да, а может быть, вы вообще работать не хотите, может быть, работать вообще не для вас, может быть, вы считаете, что мужчина должен работать. А женщина нет. И поэтому у вас нет, нет такого, такого желания работать. То есть, опять же, может быть, вы больше по хозяйству, может быть, вы больше по созданию уюта в семье и так далее, и так далее. Вот. Это тоже неплохо. Это тоже неплохо, но с этим нужно определиться. И потому, я думаю, вы понимаете, что важно определить не вашу даже профессиональную позицию, а я думаю, что вам нужно определить, скорее, вашу жизненную позицию. Вообще. И еще раз повторюсь, определиться с ценностями вашими. Дальше. Так. А потом я не смогу выбирать работу, увольняться, будет ответственно на конференции, сходить на нелюбую работу. А почему? Почему так? Если вы проживёте в декрете, вы проживёте и потом. Можете к работе не стоит относиться так серьезно, чисто как к получению дохода. Да, можно относиться к работе как к получению дохода, но для этого у вас обязательно надо быть хобби. Это любимое дело, которое вы себе реализуете, реализуете свое творческое начало. Вот. Для кого-то это могут быть игры настольные там с людьми, для кого-то это может быть еще какое-то занятие и так далее. Еще раз. Можно воспринимать работу как чисто получение дохода. Можно воспринимать работу именно так, но необходимо, необходимо, чтобы у вас было что-то еще помимо работы. Так, да. В таком случае. Понимаете? В другом, по-другому, да, у вас будет такая вот история, что вы, как вот вы описали сами, что я хочу жить сегодняшним, сегодняшним днем и не думать о том, что будет, не думать, ну ладно, обработал и слава богу, может через несколько лет начнется жизнь и любимая работа. Тут вы правы, тут вы правы. Тут вы правы. Но опять же, опять же, причина такого ощущения, да, что вы вот чувствуете, что как бы временно, временно живете. Вот. Может через несколько лет начнется жизнь и любимая работа. Что-то вы живете не для себя, вы живете для других. Вот. Вы живете, может быть, в частности, вы живете, возможно, для своей мамы. Ну, возможно, я не знаю. Вот. Как бы. И само по себе это, в общем-то, является, само по себе это является проблемой. Само по себе это является, это является трудностью. Вот. Если этого не будет у вас, если такой позиции у вас не будет, да, вот, то вполне вероятно, что вам будет легче. И вы будете как-то жить сегодняшним днем, да, и не надеяться, что начнется, начнется жизнь. Потому что вы правы в том смысле, что она не начнется сама по себе жизнь и любимая работа тоже. Вот. У кого-то, может быть, любимой работы нет. Но есть сходы. Это, это тоже не так плохо. Более того, это в некоторых случаях даже хорошо, потому что позволяет, с одной стороны, и к работе относиться весьма неплохо. Ну, вот. Ну, то есть, относительно свободно и спокойно относиться к работе. А, с другой стороны, творческим делом заниматься максимально вовлеченным, да, то есть, когда человек не думает о доходе. Далее, так, хочется чувствовать удовлетворение от того, что делаешь. Пока молода, есть возможность повыбирать и изменить свою судьбу. Ориентируйтесь на свои ценности, чтобы работа именно, чтобы ваша даже не работа, а деятельность, чтобы труд, чтобы труд нес в себе ваши ценности. Вот. Обратите внимание, что работа – это слово раб, а труд – это трудиться. Трудиться человек с радостью и с весельем, а работа – человек с грустью и принуждением. Вот. Поэтому трудиться можно не обязательно за деньги и получать от этого удовлетворение. Может быть, именно важность результата и необходимость результата, с какого-то эффекта своей деятельности вы хотите. И именно поэтому у вас не получается достичь, ну, каких-то вот серьезных результатов в своей деятельности. Дальше. Так, значит, я готова действовать, выходить из зоны комфорта, просто не зная направления, я хочу быть специалистом, быть в движении. Так, ну, направление можно выработать при взаимодействии с вами, хотите быть специалистом – это здорово, если я уже сказал, что нужно делать. А быть в движении вы можете всегда, всегда. Быть в движении вы можете всегда, везде и за всеми людьми. Вам для этого не обязательно работать. Вот. То есть, опять же, то, что вы чувствуете себя не в движении, говорит о том, что вы не живете для себя. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субпитры сделал DimaTorzok